Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников с описанием по книге Великий Музея Мира. Харминсван Рейн Рембрандт. Сафонизба принимает чашу с ядом. 1634 год. Холст масла 142 на 154. Рембрандт – выдающийся голландский живописец, рисовальщик и афортист. Его творчество, проникнутое стремлением к философскому постижению жизни внутреннего мира человека со всем богатством его душевных переживаний, знаменует собой вершину развития голландского искусства 17 века. Один из величайших взлетов мировой художественной культуры. Картина «Сафонизба принимает чашу с ядом» является ранним произведением Рембрандта на историческую тему. Римский полководец Публий Корнелий Сципион, африканский, завиватель Карфагена, победил в союзе с царем восточной Нумидии Массинисой царя западной Нумидии Сифакса. Жена Сифакса Сафонизба, дочь карафагенского царя, умолила Массинису избавить его от римского плена. Массиниса, покоренной красотой Сафонизбы, взял ее в жены, чем вызвал гнев Сципиона. Желая оправдаться перед Сципионом и спасая Сафонизбу от позора, Массиниса послал ей яд. В облике героини угадывается портрет жены художника Саски. Сафонизба в роскошном одеянии, не скрывающем будущего материнства, в украшении с жемчугами, сидит у стола, покрытый ковром, на котором лежит мускрипт. Коленопреклонная служанка подает ей напиток в чаши, сделанные из раковины наутилуста. Жест Сафонизбы можно трактовать как принимающий и одновременно защищающий зародивший в ней жизнь. Старуха, стоящая в глубине, в тени, с выражением горестного сочувствия, наблюдая за этой сценой. Сафонизба, не желая украсить собой победу Сципиона, предпочла выпить яд. Главным повествованием в картине Рембрандта становится свет, самая светоносная фигура. Героиня, стоящая перед ней кубок наутилус, как роковое отражение, обладает странным, золотисто-перламутровым сиянием, завораживающим и смертоносным. Вот такое описание к работе Харвенса ван Рейн-Рембрандта. Сафонизба принимает «Чашу с ядом», 1634 год, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...